Привет! Моя подруга променяла планы со мной на сидение дома своими овощными друзьями. Это меня дико выбесило, зато дало возможность записать вам быстренько еще один рог, продолжение 107.3, который относится к временным зонам. Мы будем устанавливать наши тайм-зоны. Покажу быстренько команды, слайдики, короткое, простое занятие, как в командной строке, менять тайм-зону. Слайдик у нас короткий, 107.3, часть вторая, настройка часовых поясов. Мы тут разберем с вами буквально две команды. Первая команда, tz-select, она позволяет нам найти наш часовой пояс. То есть установить при помощи него мы не сможем, но там у нас появляется такой мастер пошаговый, который нам выводит на устройство стандартного вывода информацию о том, какой мы можем выбрать часовой пояс. После чего расскажет, как, собственно, это сделать. И есть команда date, такая мы ей с вами уже пользовались, она нам показывала текущую дату и время. При помощи нее также можно устанавливать дату и время. Есть у нас два файлика, о которых нужно поговорить. tz-select, он содержит буквально в себе одну строчку, которая указывает на определенную подпапку в папке user.share.info. Фактически это часовой пояс, то есть там запись на часовом поясе находится. Папка tz-local-time, она указывает как раз-таки тоже на файл, путь которому указывает файл tz-select. То есть так это все выглядит немножечко абсурдно, вот когда оно вот так вот выглядит. Сейчас мы на практике это все разберем. Для начала давайте разберемся с простым. Команда date. Вы все ее уже видели, показывает нам текущую, собственно, дату, время и так далее. Мы можем установить дату. Для этого, правда, нужны права суперпользователя, поэтому мы напишем superuser.do. Затем команда date и указываем дату, которую мы хотим установить и время. Например, можем указать мое день рождения, январь, 9 января. Я не знаю, когда я родился, поэтому я напишу 18.00. Год 1985. Нажимаю я, нужные, конечно, права. И он говорит, что вот, пожалуйста, вы установили время вот на такое-то. Графика, вы видите, еще не успела на это среагировать, она показывает 20-30. Но если мы с вами перевойдем в систему и перезагрузимся, у нас дата как раз будет вот такая указана. Ну, конечно, у меня здесь на этой Ubuntu Desktop указано синхронизировать время с часами в интернете, поэтому у нас все равно она потом вернется в нормальное свое положение. Но сейчас у нас дата, вот вы видите, мы ее с вами установили, и она уже сбросилась обратно. Значит, мы теперь давайте разбираться будем с часовыми поясами. Я тут попытался понять, почему у меня время все-таки синхронизировалось обратно так быстро. Попробовал, выключил сеть, включил обратно, но вспомнил то, что у меня здесь VirtualBox, виртуальная машина VirtualBox, и вот тут средства программные VirtualBox синхронизируют часы. Вот эта виртуальная машина с часами на моем локальном компьютере. Поэтому у меня здесь дата так быстренько вернулась обратно. Значит, теперь тайм-зоны наши. Давайте для начала попробуем эту самую команду. Тайм-зон-селект. Раньше еще был, кажется, тайм-зон-конфиг, но его уже тысячу лет нет, поэтому говорим о тайм-зон-селект. И она нас спрашивает, где мы, собственно, находимся, чтобы выбрать для нас временную зону. Я считаю, что Россия находится в Азии, но я думаю, Ubuntu считает, что в Европе. И вот здесь вот в Европе 39, Россия. И здесь мы уже указываем время московское. Для нас, например, вот Москву плюс 0,0, я думаю, считается оптимальным, потому что я сейчас нахожусь в Москве. Я могу здесь указать двоечку. И он мне говорит то, что ваша тайм-зона это Москву плюс 0,0, Вастраша и так далее. И поэтому он говорит то, что будет, вот вы видите, вот использоваться такая переменная. Значит, по сути, тайм-зон нам просто показывает, как сдавать переменную. Мы можем просто сказать, опять же, tz равно в каком-то виде, после чего нажать экспорт tz. Это будет фактически изменением часового пояса. Я сейчас это доступу скопирую. И он говорит, что варуация у вас наверху окей, не окей? Да, все окей. И вот теперь он говорит то, что теперь, чтобы эти изменения, собственно, применить, вам нужно вот как раз выполнить действия вот эти вот. Сказать то, что тайм-зона равна Европе-Москву, после чего нажать команду экспорт tz. И у нас применятся переменные. Для того, чтобы у нас это все работало, нужно прилогинец перезагрузиться, и мы окажемся в новом часовом поясе. Посмотрим, какая у нас сейчас по умолчанию указана тайм-зона. Значит, у нас есть с вами файл. Мы говорили о нем, etc, тайм-зон. И у нас как раз указана Европа-Москва. То есть я при установке компьютера такой часовой пояс или сам выбрал, или он у меня вручную нашел. Я уже не помню, в смысле автоматически взял через виртулбокс моей машины. Но, собственно, этот файл тайм-зон, он как раз и показывает нам текущий часовой пояс. На слайде, если вы помните, я говорил то, что у нас этот файл, вот эта строчка Европа-Москву, она для компьютера, в принципе, ничего не значит. Это путь к папке, которая лежит здесь. User, Share, ZoneInfo. Вот, мы сюда перешли. И вот здесь у нас все возможные дальше папки и подпапки. То есть в данном случае вы видите у меня Европа-Москву, поэтому мне нужно перейти в папку Европы. И здесь есть у меня уже Москл. Москл, само по себе, если мы посмотрим через ls, допустим, минус l, вы должны помнить то, что тут у нас побольше будет информации. Мы видим то, что Москл, вот она у нас. Это у нас непростой файлик. Это у нас символическая ссылка. Видите, в начале l-link, который ведет там куда-то глубже, куда нам знать не обязательно. То есть вы видите на уровень выше, слэш, W, D-FIS, S-U. Я так думаю, может быть, это West Soviet Union, куда она ведет. Ну, то есть много есть различных ссылок. И, в частности, вот наша временная зона Москл. И вы видите то, что... Ну, тут у меня ссылочка, правда, она весит всего семерку. Но мы можем попробовать сейчас посмотреть второй файл, о котором я говорил. Это файл etc.localtime. Просто попробуем, глянем его. etc.localtime. Нам нужно убедиться, что он является тем же самым файлом, что и моя временная зона. Но мы видим то, что он весит 15.28, а там мы с вами смотрели... Моя Москл везет сюда куда-то. Давайте перейдем и посмотрим, куда она там ведет. CD. Двое точее. Слэш. На уровне выше. Еще раз КВС. И тут должен быть ВСУ. Вот она, ВСУ. Стат ВСУ. И видим, вот она весит 15.28. Проверяем. 15.28. Вот она. То есть, как я и говорил, вот этот вот файл etc.localtime, он по сути является копией вот этого файла ВСУ. Он просто копируется оттуда туда и является тоже нашей настройкой времени. То есть мы, в принципе, можем с вами выполнить команду, которая скопирует, допустим, израильское время в файл etc.localtime. И тогда у нас с вами будет информация храниться о том, что у нас теперь время израильское. Содержимое файла мы этого посмотреть, насколько я знаю, не можем. Где он там у меня был. Да, это полный бред для нас. Это обычный бинарный, который отвечает за часовые пояса. Но как-то так. Подводим итог. Помимо того, что я подбешен под введением своей правой други, мы с вами разобрались с часовыми поясами. Значит, у нас есть команда tz-select, которая показывает нам, как мы можем корректно задать значение переменной timezone. То есть она просто показывает, какие у вас есть в системе часовые пояса и как они правильно называются. После чего вы это название часового пояса присваиваете переменной tz, нажимаете экспорт tz, и у вас новый часовой пояс. Собственно, все. Но там желательно еще синхронизировать время с интернетом, чтобы он вас на всякий случай подкорректировал, если что вдруг не так. И мы с вами посмотрели на парочку файликов, которые относятся к часовым поясам, куда они ведут, как они выглядят и как они между собой связаны. В принципе, это вот вторая часть не особенно важна. Самое важное помнить команду date, помнить команду tz-select и понимать, что это установка переменной tz. Для экзаменной LPI нужно еще понимать, что есть вот эти файлы, они существуют и ведут под папки туда вот глубже.